Транспорт 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 образованным в нашей стране является то, что оно абсолютно центрировано технологией. То есть в основном он готовит инженеров транспорта, так это и называется, то есть людей, которые замечательным образом разбираются в том, как эксплуатировать вагоны в условиях Крайнего Севера, но, к сожалению, не обладает именно комплексным мышлением о том, как устроена городская транспортная система, как вообще оценивать Крайнего Севера, как в принципе принимать решение, это, наверное, ключевое управлеческое решение о том, условно, нужно ли здесь монстр или не нужно, нужно ли в детском метро, вот то, что сейчас все эти дискуссии, которые ведутся в публичном поле. И в этом плане мы, конечно, ориентируемся скорее на немецкую и английскую, американскую школу, где преобладают специалисты и по транспортной плане. Сегодня транспортное планирование в России действительно востребовано, в отличие от прошлых лет. Это буквально происходит с 15-го года, буквально это тренд самых-самых последних лет. Уже есть некая система документации транспортного планирования, наше отлично. ПКРТ, КСОД, КСОД. Значит, ПКРТ это программа коммерсного развития транспортной инфраструктуры, то есть документ, который говорит, ну, то есть, если мы представим, что есть план, геймплан, который, в принципе, говорит, как сделать идеальный город Москва или город Матищине, или какой-то еще, то ПКРТ, как и сказано, в гостередине годности, что ПКРТ является инструментом реализации геймплана в части транспортной. То есть ПКРТ конкретно говорит, что, окей, может быть, у нас тут будет к 40-му году действительно 20 новых лет от метро, вот давайте определим последовательность и четкую реализацию этого плана, что нужно в первую очередь, что нужно в вторую, а что нужно вообще не нужно, или нужно в самой дальней перспективе. Ну, а чтобы понимать, как составить этот документ, нужно, в общем-то, и промоделировать транспортные продукты в городе, и понимать экономику этих проектов, что реально построить, что может накупиться, а что не может накупиться в принципе никогда. Ну, и технологию, инфраструктуру тоже нужно понимать. А что физически в принципе можно построить? Потому что иногда предлагаются проекты, которые, в принципе, практически не ведут. Значит, дальше. Вопрос на схеме организации дорожного движения. Это документ, который говорит о том, как это все движется. То есть, если мы, результатом КГРТ является некий напород инфраструктуры, в моем проекте, что нужно построить, сколько километров дорог, сколько километров метров, сколько километров велосипедных дорожек, и где именно это нужно сделать, в какой последовательности, в такие годы. То КСОД, он говорит, отвечает на вопрос о том, как это все будет двигаться. Ну, и, наконец, КСОД. Наименее сегодня проработанный документ, он вызывает большинство споров. Это комплексная схема организации обслуживания населения общественным транспортом. Это именно про то, как вызывает общественный транспорт, какие новые, значит, виды транспорта в городе и грязь, как это делать, как выстраивать маршрутные сети. Вот это особенно такой животрепещущий и актуальный везде вопрос. Слово, пройдя этот курс, в основном, и трудоустроившись по специальности, в основном будут заниматься разработкой именно этих бумаг. И так, это такая специальность. Это разговор с начальством, с общественностью, с архитекторами, с городскими планировщиками. Это четкое понимание своих коллег по транспортному цеху. Потому что мы врачи общей практики. Транспорт в целом. Автобусы, метро, велосипеды, автомобили, все на свете. А если может быть русские специалисты, метро не у нас, которые являются русскими специалистами для их жизнедоорожного транспорта. Они являются русскими специалистами. Ну, например, в области организации и управления дорожным движением, инсультового транспорта. То есть, вот, доктор общего пользования должен чем-то понимать, что есть случаи, давайте надо инсультироваться с кардиологом, со стоматологом. Не дай бог, в другим докторам. Понятно. Что мы со своей стороны готовы делать? Ну, лекции мне самому интересно, будем читать и так далее. Мастер-классы. Мы здесь находимся на Потаповском переулке, чистые труды. Здесь дойти можно пешком, в основном беспокойном в институте. Учебная практика и, возможно, запрашивать статистические данные, статистические данные, то есть, которые будут интересны для студентов. Вот, институт у нас, Москва-транспорект у нас уже здесь одни из тем, ну, для Московского метро, мы работаем, для ЦМУДД, Московский паркинг, индикатор перевозок МАДИ, Мосго-транс. Это одни из тем, это не все темы, с которыми мы действительно обслуживаем транспортный комплекс. И вот здесь вот, спасибо большое за приглашение и очень интересно делиться опытом, который практичный, который, так или иначе, здесь возникает. в Москве и в том числе в регионах, потому что мы сейчас начали уже работать с регионами, сейчас выходим немножко уже на уровень совместа, естественно, с Михаилом Яковлевичем и со всей командой, больше школы команды. Сейчас в России честно увеличивается внимание с транспортным планированием, это выражается как в росте потребностей, так и в том, что требования к разработке документов, они находят окружение в законах. Сейчас в Городостроительный кодекс были внесены поправки, в связи с которыми от городов требуется разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры. Также сейчас Министерством транспорта реализуется федеральный проект по финансированию городского транспорта, в связи с которыми от городов также требуется разработка определенного набора документов, поэтому спрос на такую работу растет. Собственно, при разработке данной программы мы как раз ориентировались на те навыки и компетенции, которые необходимы людям, работающим с документами транспортного планирования и также в смежных сферах. Соответственно, ключевая компетенция – это способность рассматривать городской транспорт в общий городском контексте, оценивать общие тенденции и разрабатывать стратегию развития транспортного комплекса. Соответственно, это может включать в себя как какие-то меры регулирования городского транспорта, так и конкретные проектные решения. Помимо этого, у нас довольно сильный экономический блок на программе, что позволит выполнять оценку ценно-экономических последствий реализации транспортных проектов, также понимать принципы разработки тарифной политики и различных мер управления транспортным спросом. Поскольку это программа магистратуры, также развиваются навыки исследовательской работы и работы в составе проектной команды. Что касается трудоустройства, уже было сказано о том, что можно работать в органах государственной власти, в частности муниципального самоуправления и растет сейчас спрос на такие позиции в составе органов власти. Основные направления деятельности выпускников, скорее всего, будут сосредоточены в рамках проектных ДО и институтов, консалтинговых компаний, где они могут участвовать в разработке проектов, выполнять какую-то аналитическую работу. И, соответственно, определенные доли исследований в этой области выполняют также производители подвижного состава общественного транспорта, также логичного транспорта. В транспортных специалистах также заинтересованы девелоперские компании, литинговые компании, конструктурные подразделения крупных банков. Соответственно, наша программа, она длится два года, это программа магистратуры, обучение очное, но мы стараемся ставить занятия на вечернее время и субботу, чтобы студенты могли совмещать обучение с работой. Структура программы выстроена следующим образом. У нас есть блок курсов, который направлен на то, чтобы погрузить студентов в общегородского контекста. К этим курсам относятся введение в органистику, где студенты знакомятся с основными концепциями в этой сфере. Курс по территориальному планированию, где студенты понимают, в каком контексте они работают и с какими людьми, я имею в виду городских планировщиков, им придется впоследствии в этом плане взаимодействовать. И курс по правовому регулированию городского планирования, также городского транспорта, где студенты понимают, с какими институциональными отношениями они столкнутся впоследствии в своей работе. У нас есть два курса, которые являются базами на программе и как раз развивают у студентов комплексное понимание городского транспорта. Это курс по транспортному планированию и курс по экономике городского транспорта. Также важнейшими курсами, которые развиваются лучшие компетенции, являются курс по организации дорожного движения и курс по городскому и общественному транспорту, который включает в себя как элементы, связанные с планированием маршрутной сети, так и элементы, связанные с вопросами регулирования общественного транспорта. И также у нас есть курсы, которые развивают дополнительные компетенции. Это связано с проектированием транспортной инфраструктуры, с проектированием инфраструктуры для пешеходных, мотосопедных перемещений, с транспортным моделированием и также с организацией перевозок грузов в города. Также существует возможность выбирать курсы из других магистрских программ, с программой управления пространством и развития городов. Там есть два интересных курса, которые мы включили в свою вариативную часть. Это механизмы финансирования городской инфраструктуры и курс, посвященный разрешению городских партийцев. Что касается абитуриентской программы, то уже международные люди с различным бэгграундом. В целом, это такая междисциплинарная область, что, получив образование бега в практически любой сфере, вы можете найти сюда дальнейшее применение в области транспортного планирования. В первую очередь, это, конечно, люди с архитектурным бэгграционным образованием, инженерным образованием, экономическим, социологическим, биографическим, ну и каким-то возможным другим. Сегодня мы представляем уже новую программу. Это программа о транспортном планировании. И я на ней вместе с моим коллегой Павлом Юлиным будем вести программу «Городской общественный транспорт». На этом программе, на этом курсе мы будем вместе с вами очень подробно, шаг за шагом, сверху до низу, разбирать, как же нужно организовать перевозки общественного транспорта. Как сделать так, чтобы сначала общественный транспорт был, скажем, нормальный, потом хороший, уверенно хороший, отличный, может быть идеальный. Эту программу мы сделали заново. Мы пересмотрели все существующие курсы, которые были и в советское время, и которые есть сейчас в зарубежных вузах. И в итоге мы составили эту программу в общественном транспорте из двух компонентов. Можно их так выразить, как «Харт» и «Софт», где первая часть будет посвящена тому, как же нужно планировать транспортную инфраструктуру для общественного транспорта, как размещать остановки и все прочее, автобусные парки, депо и так далее, рельсовые пути, как планировать маршруты, как планировать расписание движений, как рассчитывать, сколько всего нужно автобусов, трамваях, троллейбусов, электробусов и вагонах метро. А на второй части, про «Софт», мы уже будем разбирать особенности муниципального управления этой сферы. Дело в том, что в общественном транспорте полная ответственность за перевозки на сегодняшний день сосредоточена в руках местных властей, и они вправе организовывать их так, как считают нужным. И для этого органы власти и, собственно, транспортные планировщики, те профессионалы, которые именно это делают, они должны уметь выстраивать взаимоотношения с перевозчиками, уметь составлять контракты на перевозке, уметь формулировать требования к качеству перевозок, уметь формулировать особенности мониторинга и контроля за перевозчиками, уметь назначать штрафы для перевозчиков, если они плохо выполняют перевозки, например, непунктуальные, или у них грязные автобусы, и знать все основы о финансировании сферы общественного транспорта. На вот этом курсе он будет очень практикоориентированным, там будут мастер-классы от профессионалов из московского транспортного комплекса, будут экскурсии, московские предприятия. И в целом мы постараемся научить вас делать общественный транспорт именно отличного уровня. Сейчас мы стоим на революционном этапе, когда координатным образом меняется вообще структура нашей мобильности. В городах появляются новые виды мобильности, появляется беспилотная мобильность, появляется общественный транспорт иного уровня, иного качества предоставляемых услуг. Это совершенно не то, совершенно другие изменения, нежели находились 15-20 лет назад в городских транспортных системах. И в этом отношении, конечно, у вас появится уникальный опыт изучить все эти процессы в крупнейших городах мира, изучить лучшие практики и лучшие кейсы, которые реализуются в Москве, и которые через Москву транслируются на российские регионы, на российские города, перенимаются в те или иные решения. И здесь я хотел бы, конечно же, отметить высокую межрисциплинарность нашего блога, которая касается и правильного дорожного движения, и транспортного строительства. И в этом ключе, я считаю, что у вас появится уникальная возможность ознакомиться со всеми этими дневною и дневниками. Курс состоит из двух частей. То есть первая часть – это фактически экономика транспорта, а вторая часть – это как раз проектная часть. Мы будем с вами считать и финансовые модели, и все показатели, связанные именно с финансовым моделированием, то есть это НПИ, РРР и так далее. Ну и на основе этого затем уже и считать социально-экономические эффекты. И в этом смысле вы попадаете в такую среду, где креативность – это, пожалуй, самая главная такая черта, потому что придумать, как рассчитать и монетизировать эффекты – это, конечно, очень важно. Потому что и здоровье придется посчитать в деньгах, и шум выразить в деньгах, ну и так далее. Но особенно экология – это самая любимая тематика. Поэтому, собственно, вот здесь вы сможете реализовать все свои возможности, связанные непосредственно с какими-то новыми идеями и с оценками различных аспектов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok